Рад приветствовать вас вновь, друзья! Я Сергей Шпак, и сегодня я хочу продолжить серию видео для новичков и рассказать вам о жесткости, потому что часто возникает с этим понятием путаница. Потому что вообще, когда говорят о жесткости, может быть что угодно из трех, потому что есть общая жесткость, временная, карбонатная и так далее. Сейчас все разберем. А вообще, когда говорят о жесткости, обычно имеют ввиду общую жесткость. Общая. Или обозначается она буквами GH. Об этом немного позже. И, собственно, в понятие общей жесткости входит сумма двух... А, ну, сейчас сразу скажу, что показывает жесткость, по большому счету. Показывает она концентрацию солей, щелочноземельных металлов, таких как кальций и магний. Отчасти еще стронций, но об этом мы сегодня не будем говорить. Итак, в общую жесткость входят две жесткости. Это временная и постоянная. Почему они так называются? Временная, потому что она устраняется кипячением. То есть, если вы возьмете жесткую воду, скипятите ее какое-то время, то вы увидите накипь. Это будет осадок карбонатов. То есть, временная жесткость определяется концентрацией в воде гидрокарбонатов. Обозначаются они HCO3. Например, это может быть гидрокарбонат кальция или гидрокарбонат магния. Собственно, вот эта жесткость и есть самая интересная для аквариумиста. И сейчас несколько слов о постоянной. Постоянная жесткость обусловлена солями сильных кислот. Например, соляной кислоты или серной кислоты H2SO4. Ну, чтобы быть проще, то это соли, например, хлорид кальция, хлорид магния, сульфаты. Тут же, например, там кальций SO4. Вы в литературе еще можете встретить обозначение такой не постоянной жесткости, а сульфатное. Называется она так, потому что в основном образована именно солями серной кислоты. Так, собственно, вот почему она называется постоянная. Вот эти меры, которые мы можем применить здесь, типа кипячения или замораживания, здесь не работают. То есть, если вы скипятите жесткую воду с большим количеством сульфатных солей, то они не выпадут в осады, потому что образованы солями сильный кислот. Поэтому вот эта постоянная жесткость, или называют ее еще неустранимая, неустранимая жесткость или сульфатная. Но предлагаю продолжить разговор вот об этой группе. То есть, временная жесткость и общая. Сейчас попробую сделать новую страничку и разметить заново. Поговорим о временной жесткости. Временная жесткость. Как я уже говорил, вообще жесткость определяется солями кальция и магния. И временная конкретно жесткость определяется солями бикарбоната. Ну, то есть, понятно, да? Либо кальция, либо магний, бикарбонат. Почему это важно? Потому что и рыбы, и растения используют доступные вот этот кальций и магний, и также используют гидрокарбонаты. То есть, например, рыба... Ну да, это просто в качестве примера. Рыба только часть кальция усваивает из корма. У рыбы есть механизмы, которые позволяют ей какую-то часть получать непосредственно из воды. То же самое касается растений. Растения и эти микроэлементы берут прямо из воды. Но здесь стоит обратить внимание вот на эту часть, на гидрокарбонаты. Тоже очень важная штука, потому что количество гидрокарбонатов обуславливает щелочность. В иностранной литературе вы можете встретить вот такое сокращение алкалинити. На самом деле, тут фишка такая есть интересная, что когда вы покупаете тест на KH, да, я не сказал сразу, пардон, временная жесткость обозначается буквами KH и измеряется, принято, во всяком случае, среди аквариумистов, измерять в немецких градусах. Так вот, когда вы приобретаете тест на KH, то вы измеряете не временную жесткость, а вы измеряете именно щелочность. То есть, это тест на щелочность. Потому что этот тест определяет количество гидрокарбоната, а не ионов кальция и магния. В то время как жесткость определяется как раз ионами кальция и магния. То есть, когда вы меряете вот этим тестом воду, вы определяете количество гидрокарбонатов, но это может быть, например, известный вам гидрокарбонат натрия. Да, это сода. Сода, например. И иногда спрашивают у меня, ребята, там, обращаются, говорят, вроде как у нас GH, общая жесткость, например, 5 градусов, ну, условно. А карбонатная жесткость, например, 7 градусов. И спрашивают, как такое может быть, если карбонатная жесткость – это часть общей жесткости. А вот может быть так, потому что меряют вот этим тестом. И получается, что измеряют на самом деле вот эту часть. Ладно, я отплёкся. Сейчас расскажу, почему важны именно гидрокарбонаты. Что они обуславливают. Сейчас я новую страничку сделаю. Гидрокарбонат обуславливает буферность. Буферность. Если простыми словами объяснить, то буферность – это способность, ну, в нашем случае воды, противостоять действию кислот и щелочей. Например, у вас есть PH около 7 и очень высокая буферность. Вы льёте туда, раз капнул кислоту, PH не меняется. Два капнул кислоту, PH не меняется. Там и так далее. Капаешь, капаешь. Потом в какой-то момент буферность заканчивается. Ты капаешь очередную каплю, и PH уезжает резко вниз. То же самое с щелочами. Если гидрокарбонатов в воде мало, то буферность тоже очень низкая. Щелочность, вернее, как получается, очень низкая. И буферность раствора очень низкая. То есть, для того, чтобы сдвинуть PH в ту или иную сторону, да, при низкой буферности, достаточно чихнуть. Вот буквально там, например, у осматической воды, осмос, у неё KH 0. Вообще нет карбонатов, да, у неё там вообще никаких солей в осматической воде нет. А в свежеприготовленной, я говорю. То есть, и, соответственно, там хоть в 10 литров вот такой воды, лишённой щелочности и буферности, капнуть одну маленькую каплю кислоты, PH резко упадёт вниз. Если капнуть одну каплю там щелочи какой-нибудь, PH резко пойдёт вверх. Что это нам даёт? Если у вас вода достаточно жёсткая, в ней достаточно много гидрокарбоната, то, например, загрязнение воды органическими соединениями, там, или перекорм какой-то, может быть, или передозировка углекислым газом, она не вызовет такого резкого скачка PH. Вот поэтому важно мерить именно KH и смотреть на щелочность. Это очень важный показатель. Закрепим, да, если так можно сказать. GH – это общая жёсткость. Общая. KH – это карбонатная жёсткость. Карбонатная. И есть ещё постоянная жёсткость. Постоянная жёсткость. Если вы хотите понизить PH, то есть несколько способов. Можно воду кипятить. Кипячение, напишу. Можно воду заморозить. Заморозка. Ну и оттаивание. Понятно. Но самый эффективный способ – это дистилляция. Или более доступный аналог – это осматическая установка. Осмос. Не знаю, если у вас есть аквариум, у вас нет осмоса, до сих пор вы что-то не знаете об аквариумистике. Каждый нормальный аквариумист уже давно поставил. Потому что осмос – это не только чистая вода, это ещё и вода с нулевой карбонаткой. И вы можете регулировать дальше, как хотите. Соответственно, вот эти меры направлены на то, чтобы снизить PH. Если вы хотите повысить KH, то надо внести… Ну, KH обусловлено гидрокарбонатами. Логика подсказывает железное, что надо внести гидрокарбонаты. Самый доступный гидрокарбонат у нас – это натрий-HCO3 или пищевая сода. Пищевая сода. Есть у каждого на кухне, я уверен, что найдётся. Можете вносить гидрокарбонаты других солей. Калия, например, не знаю. Но вот самый доступный – это вот сода обычная. Если вы хотите… Перейдём к постоянной. Если вы хотите повысить постоянную жёсткость, то, например, просто пойти в садовый магазин, купить там сульфат магния. Магния-СО4. Можно купить… А, ну, например, хлорид кальция. Методы. Тоже годится. Или народные методы, да. Это всё, чтобы повысить. Народные методы. Они, наверное, и сюда относятся, и сюда. Вы можете использовать в аквариуме, например, мраморную крошку. Мраморная крошка. Можете использовать песчаник. Песчаник, ракушечник, например. Например, ракушечник. Не знаю, ну, там, колотые ракушки, например, какие-то. Можете использовать коралловую крошку. Коралловая крошка. То есть, все вот эти вещи при, там, добавлении в воду, они потихоньку будут поднимать карбонатку. И можно поднять таким образом общую жёсткость. То есть, понимаете, да, теперь, что карбонатную общую жёсткость вы можете поднять либо с помощью карбонатной жёсткости, либо с помощью постоянной жёсткости, в зависимости от необходимого результата. На этом, пожалуй, я закончу на сегодня. В ближайшее время постараюсь сделать новое видео, подобное, про карбонатную жёсткость и щёлочность в морском аквариуме. Потому что там свои методы. Я расскажу про баллинг-метод, расскажу про кальквассер и расскажу, как много значит карбонатная жёсткость в морском аквариуме. Вот. А на сегодня, наверное, всё. Если вам понравился видос, поставьте лайк. Мне будет приятно. Напишите комментарий и напишите, что непонятно. И вообще пишите, пишите. Я буду читать и буду отвечать вам. Всё, ладно, покедова. До встречи в новых видосах. С вами был Сергей Шпак. Пока.